всем привет это михаил ковзарь про land tv сегодня мы поговорим про камеру ursa broadcast g2 это новинка на рынке обновленная модель приобрести камеру ursa broadcast g2 а также все аксессуары к ней можно в компании svg это официальный дилер black magic дизайн россии контакты на экране сегодня мы поговорим как поменять bayonet на этой камере дело в том что камера многозадачная у нее установлен bayonet b4 для телевизионной оптики то есть она может работать в журналистском режиме в студии как телекамера но также это кинокамера и для этого необходимо использовать уже кинооптику как же поставить ее на этот bayonet для b4 нет кинооптики поэтому мы будем сегодня устанавливать сюда объектив xin с bayonet там еф в комплекте с камерой идет bayonet еф сменный сразу винты для его крепления и есть возможность установки еще bayonet pl и f которые необходимо покупать отдельно что нам нужно сделать достаточно простые операции снять один bayonet и установить другой для этого я использую стандартную отвертку t8 и начнем крепится здесь все достаточно прочно потому что bayonet они призваны держать весьма нелегкую оптику кроме этого в журналистском режиме если у вас здоровый объектив то оператор как правило держится за него и по сути держит всю камеру так что у некоторых могут возникнуть сомнения по поводу того прочные ли bayonet у камер они действительно прочные откручиваем 5 винтов с этой камеры они достаточно длинные все затянуто очень хорошо и все после этого мы можем отсоединить bayonet b4 у него есть специальная линза то есть это не просто кусок железки линза предназначен для того чтобы растягивать изображение с объектива b4 на всю площадь матрицы размером 6к после этого нам необходимо еще убрать отсюда прокладочное кольцо вот такое 0 5 миллиметра она служит для отстройки заднего отрезка фокуса на этом объективе и после этого можно установить наш bayonet ef для этого необходимо снять защитную крышку с него чтобы у нас было видно четыре отверстия нам были доступны для крепления ставим все садится на свои места посадочные можем установить сюда четыре винта предварительно и после этого необходимо их затягивать вообще конечно рекомендуется использовать динамометрическую отвертку но если у вас ее нет под рукой то основывайтесь на своих ощущениях не перетяните винты но вместе с этим затягивайте их достаточно хорошо чтобы bayonet и объектив естественно у нас не шатался потому что так может сбиться фокус и в общем будет картинка у вас испорченная процесс достаточно быстрый и простой буквально несколько минут необходимо на установку нового bayonet а с остальными bayonet ами принципе такая же ситуация единственное что там могут отличаться по длине свои винты и количество по моему на пиелых пять или шесть штук также все bayonet у нас установлен вот теперь смотрите камера у нас превратилась в кино камеру из телевизионной и время подсоединить наш объектив xin с bayonet ef это тяжелый фикс достаточно фиксированный объектив с фокусным расстоянием 85 миллиметров все после этого можно приступать к съемкам кино камера выглядит теперь совсем по-другому снимает она также по-другому дело в том что оптика b4 сделаны для телевидения она позволяет снимать и делать прямой эфир с разрешением 4к но картинка там все-таки достаточно не четкая и не резкая я не говорю что она плохая просто она телевизионная она более мягкая с кинооптика естественно у вас будет картинка звенящий тем более с такими объективами фиксированными именно киношными скоро я сниму ролики с моделью обязательно с хорошим светом как снимает эта камера именно с кино оптикой следите за каналом proland tv там еще очень много интересной информации и сниму я это все в разрешении максимальном 6к 60 кадров в секунду следите за каналом следите за нашими социальными сетями это facebook instagram компании proland там очень много интересного на сегодня это все ждите новых роликов всем пока с вами был михаил кабзарь и и и и Продолжение следует...